Всем привет! Сегодня поговорим про Victorinox. Упаковка стандартная, на ней нету фирменной этой наклейки, которая бывает. Вот поэтому как-то так. Ножик же сам предоставлен для обзора официальным дилером ножей Victorinox в России. Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео. Итак, ножик имеет минимально необходимый набор инструментов. Ножик, открывалки, штопор, шило, пинцет и зубочистку. Простой, практичный ножик, ничего лишнего здесь нет. Цвет накладок синий, они матовые. Почему-то показалось, что именно такое цветовое решение будет максимально интересно для этого ножа, чтобы выделяться на приевшемся красном фоне, который всегда сопутствует с ножами Victorinox. Итак, все инструменты открываются у нас здесь при помощи ногтя. Замок у нас типа лайнер. Заточка начинается от пятки клинка. Она, в принципе, неплохая, фирменная для Victorinox. Волосы шкребет, но не бреет. Обработка глянцевая, присутствует масло. В работе рукоять немного узковата, я бы сказал. Ну, давайте смотреть на заточку клинка. Режет неплохо. В общем, кто работал когда-нибудь Victorinox, он знает, что все ножи, заточенные в них одинаково, они острые, отлично работают по продуктам и долго держат заточку. Проблем с заточкой из коробки Victorinox я никогда не наблюдал и думаю, этого никогда не случится. Марка держит свое качество. Продукты, твердые материалы. Клинки с этим всегда хорошо справляются и проблем нет. Также минимальные проблемы с органами правосудия, потому что это ножи. Они их все знают и проблем с ними минимум. Далее, что у нас в этой рукояти присутствует? Большая открывалка-отвертка с инструментом для снятия изоляции, сгибать проволоку. Он традиционно у нас имеет свой отдельный замок типа лайнер. Открывалка для консервов с плоской отверточкой в начале. Штопор. Много кто меняет его или производитель даже сам выпускает вариацию с крестовой отверткой Philips. И шило-развертка. Традиционный инструмент Victorinox очень практичный и удобный. Здесь присутствует пинцетик, которым удобно вынимать, занозы. И с другой стороны присутствует шило, которым удобно чистить сам ножик. Заводное колечко, чтобы можно было повесить какой-то темляк. Такой вот, собственно, ножик. Ничего примечательного и необычного в нем нету. Просто практичный и удобный набор инструментов. Почти у всех производителей присутствуют подобные ножи. И у самого Victorinox есть даже модели, которые пересекаются друг с другом. В данном случае модель Венгера, который поглотил, Victorinox поглотил Венгер и забрал эту модель себе в линейку. Ну, изначально это были конкуренты. Венгер, как по мне, немного интереснее. Потому что у него, во-первых, Шерри рукоять. Что удобнее всказывается в работе. Обух имеет такую же толщину. Сам клинок чуть длиннее, но по режущей кромке они примерно одинаковые. Режущая кромка у Венгера начинается вот с этой точки. А вот и тут все у нас плоское. При этом это не место для упора пальца. Это скорее какие-то особенности производства. А может быть вопросы, чтобы не было законодательных проблем. В работе. Ну, в работе, как я уже сказал, Венгер мне чуть-чуть. Венгер Ренджерри нравится больше. У него есть упор для большого пальца. И рукоять лучше ложится мне в руку. Если же вы хотите ножик, который просто будет лежать в рюкзаке и не напрягать вас, то это вот такой вот ножик. Достаточно большой клинок, 111-миллиметровая рукоять и большой клинок, который позволит нарезать хлеб, справиться с сервированием стола. Для чего чаще всего такие ножи и применяются. И конкурент из Поднебесной это Райк, подобный по комбинации инструментов, но есть очень большое упущение. У него нет шила, в принципе, но у него есть вот такой вот сервитер для вскрытия упаковок, что может для кого-то стать решающим. И нету открывалки для консервов. Зато есть стеклобой и мощный пинцет, который мощнее Викториноксов. И для кого-то это, опять-таки, повторюсь, может быть решающим. Рукоять из G10, такой достаточно грубой обработки. Соответственно, снаряжение может протирать. Замок здесь лайнер Лок. Про этот нож также есть отдельный обзор на канале. И скажу, что по качеству, в принципе, ножи очень схожи. Отличия по функционалу и немного подход к инженерным решениям. Если вы хотите классику, то это, конечно же, Викторинокс. А остальные ножи это компромисс, потому что Викторинокс знают все и вопросов по ним никогда не будет. На этом все. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok